Люди должны понимать сейчас, Майя Санду это президент страны, она ничего не имеет, в политическом плане должно быть так, ничего не должно иметь с партией ПАС, потому что президент страны, она и мой президент, который я в партии закон и справедливость, Рената Усата, я не знаю, еще кто-то там, она президент всех. И не может президент страны делать кампанию для одной партии. Вы зайдите на страницу Майя Санду, посмотрите. Я зашел, я разочаровался, даже сегодняшняя, по-моему, была пресс-конференция госпожи президент, я очень разочаровался, даже написал, что мне очень-очень жалко, что госпожа президент занимается, ну, не пропагандой, как называется это, да, ПАС, кстати, как вы оцениваете сегодняшний день? Я не знаю, у нас, наверное, есть хорошие люди, наверное, помимо тех, которые у Анджи и так далее, которые там имеются и так далее, страной, я уверен, что они не смогут до конца руговодить, вы поймете это потом, если это будет, не дай бог, случиться, чтобы ПАС взяли 51 мандат, это будет очень, да, не дай бог, не дай бог, это будет самый большой промах республики Молдова. И, потому что, понимаете, руководить страной ты должен хотя бы иметь, помимо знаний, конечно, у всех, и у них там есть знания, там где-то в Гарварде и так далее, это их не дела. У меня в Страсбурге, допустим, второй диплом. Но дело не в знаниях, есть опыт, такое понятие, как опыт, понимаете, человек, который не руководил хотя бы, ну, 10 человек, чтобы у него было за спиной, да. Я не говорю так. Вот в любых командах, я смотрю, есть мэры. Вот мэр, он готов руководить. Примар, он уже может руководить. Министерство, если ты ему дашь, он знает, с чего начинать, потому что это примар, он знает, он руководил, он знает ответственность, что такое в 2 часа ночи звонок и так далее, ты встаешь и идешь. А когда люди, ну, приходят так, я не знаю, там какая-то программа, там, я не знаю, чай попить, кофе и так далее, это другой вопрос. Страна – это не чай, не кофе и не уанджи. Страна – это очень серьезное дело, и люди ждут от тебя. И все равно ты можешь делать все для людей, все равно в конце где-то кто-то найдется, который тебе что-то скажет, и это нормально. Но я не вижу, по крайней мере, в будущем парламент, если не будет какой-нибудь коалиции, эта страна обречена. Без коалиции.